Продолжение следует... Итак, друзья, уважаемые коллеги, сегодня такая тема эффективной модели профилактики насилия над обучающимися в образовательной организации. Вначале разберемся, что же такое насилие. Всемирная организация здравоохранения дает этому слову такое объяснение. Преднамерение применения физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленная против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого является, либо имеется высокой степень вероятности этого, телесное повреждение, смерть, психологическая травма, отклонение в развитии или различного рода ущерб. И есть другое простое объяснение. Насилие – это такое действие, когда вас заставляет то, чего вы не хотите, когда при помощи угроз или физической силы заставляет вас делать нечто противоправное, даже против себя какое-нибудь действие. Виды насилия делятся на следующее. Покушение на собственную жизнь и здоровье. Иногда мы не обращаем внимания на это. Нам кажется, ну, насилие, когда человек появляет определенные действия по отношению к другому человеку. Ну, а часто насилие проявляется и по отношению к себе, членам вредительства. Суицид – это крайняя степень же. Но до этого очень много я видела детей, которые причиняют себе раны. Просто на руках делают какие-то надрезы. Причем они рассказывают, что после этого им становится легче. Есть другие виды. Они специально делают так, чтобы кто-то их наказывал. Следующий вид насилия – это нежличностное насилие. Насилие со стороны другого человека или группы людей. Обычно, когда говорим о насилии, мы имеем в виду именно это. Когда один человек влияет на другого и заставляет его делать нечто не то. И коллективное насилие. Пример коллективного насилия какой может быть? Давайте вспомним недавно, для примера, в советское время на партсобраниях обсуждали поведение человека или могли его так сильно ругать за то, что он проявил себя недобросовестно или сделал что-то против партии, что-то такое. Это коллективное насилие. В школе это как проявляется, когда группа детей проявляют неуважение, может быть, психологическое насилие по отношению к одному, к двум. Это уже коллективное насилие. Сейчас по природе насилия выделяется следующий тип. Физическое – это когда бьют, ударяют, сами понимаете, да? Сексуальное насилие. Вот год назад где-то была одна очень интересная статья, и там рассказывается о том, вызвали родители девочки, маму девочки, за то, что она в девятом или в десятом классе, за то, что она дала сильную пощечину мальчику. Как? Ваша дочка так его ударила, а мальчик столкнулся, не подержал равновесие. В общем, пострадал. Физически пострадал мальчик. Пришла мама, и когда начали её ругать, директор, в кабинете директора, она первой спросила, а почему моя девочка так поступила, что была причина. Оказалось, что мальчик приставал к девочке, поднимал её мальчику, тянул заливчик. Учитель никак не реагировал. Ну что тут такого? Он же ничего не бьёт, ничего не делает. А девочка дала отпор. И смотрите, получилось, что сексуальное насилие, психологического даже плана, послужило причиной физического насилия. Тут, конечно, очень важно именно грамотное поведение педагога. И, пожалуй, вот эти сексуальные темы самые щекотливые, самые сложные в школе, в школьном возрасте. Да и в любом возрасте говорить на эти темы очень сложно. Как сделать, чтобы не поранить психику ребёнка? И при этом, как сделать, чтобы научить правильному, а не навредить? Следующий вид насилия наиболее распространённый – это психологическое насилие. Подробнее мы об этом поговорим, другое. Оказывается, насилием считается ещё по международным законам, ещё и отсутствие заботы, когда к человеку не проявляют внимания, о нём не заботятся. Это тоже насилие, пассивное насилие, которое в дальнейшем оказывает сильнейшее влияние на его личную жизнь. Место и время. Мы сейчас говорим о том, что насилие, наши темы, именно в образовательном учреждении. Это насилие во время урока, как это может быть, на перемене и вне школы. Даже если это происходит вне школы, это всё равно влияет на школу. И часто даже причина выходит из школы. То есть в стенах школы созревает конфликт, который своё разрешение находит на улице. Или наоборот, где-то в семье дискомфорт, который проявляется в школе, в классе. В любом случае, где бы ни был этот конфликт, мне всё равно. Но учителя в этом как бы задействованы прямо или косвенно. Теперь сейчас рассмотрим виды психологической агрессии в школе. Первый, один из видов – это вымогательство. Когда дети требуют от кого-то телефон, сотового телефона, принести деньги, приносить дань. Это наше наследство от рэкет, от того времени, когда был распространён рэкет. И это самое интересное, что дети часто об этом молчат, они об этом не говорят. Те, которые страдают, об этом молчат. Они готовы принять насилие. Почему они молчат? Во-первых, из-за угроз. Во-вторых, из-за отношений взрослых, которые неадекватно выслушивают это обвинение. Почему неадекватно, расскажем чуть позже. Хорошо? Следующий вид – это унижение. Унижение может быть в классе во время урока. Даже когда ты что, дурак? Тупица. Это прямое унижение. Такая простейшая вещь, а ты даже не можешь делать. У тебя мозгов не хватает. Другое дело, когда смотри, ты ленишься. Если бы ты постарался, то есть у него изначально есть возможность, и ребёнок может решить. Когда, говорят, у тебя мозгов не хватает. Это изначальная данность, которую ребёнок изменить не может. И это действительно унижает. Поэтому, делая замечание, ребёнку надо быть очень осторожными. Единственное, за что можно ругать ребёнка, как я считаю, за лень. То есть у него изначально есть любая возможность сделать всё хорошо, качественное. Единственное, он ленится. И поэтому я говорю, слушай, природа одарила тебя такими возможностями, а ты не позволяешь всему этому проявиться. Потрудись, отдай природе то, что, то есть развивай то, что Бог вложил в тебя. Смотрите, с одной стороны это получается внимание, то есть замечание, но с другой стороны это замечание возвышает, даёт опору, что у тебя есть возможность всё это сделать. Да, Елена Викторовна, вы спрашиваете, диплом будет в конце вебинара. Будет ссылка, где вы сможете приобрести диплом о том, что прослушали вебинар. Следующее, это издевательство. Издевательство, понятно, что это такое. Манипуляции. Почему здесь мышка? Бывает, что ребёнок... А, не диплом, не сертификат. Смотрите, бывает, что дети во время урока или на перемене, кто-то один громко кричит или размахивает руками что-то. Мы сразу делаем акцент на этого человека. Но он сделал это в результате чьей-то манипуляции. Кто-то ущипнул, кто-то на него воздействовал таким образом, что он не смог контролировать свои выражения и своих эмоций. Он выразился. Мы наказываем кого? Того, кто наиболее громко и ярко проявил эмоции. Но оказывается, главный виновник и он. А тот, кто манипулировал. Вот эта мышка, вот эта мышка, которая здесь в кадре вы видите, это и есть манипулятор, создающий некомфортное состояние. Следующую причину обнаружили учёные, это чистая статистика, скука. Тоже причина агрессии на уроке или перемене. Вот смотрите, два вида скуки. Этот один зевает внизу, мальчик ему скушено. Он может стать предметом насмешек. Уже на него могут посмеяться, указать, если учитель позволяет это и даже делает замечание, что-то зевно. Давайте скажем, что зевок – это естественная реакция организма. Иногда организм так пристраивается, иногда ему не хватает воздуха. Зевну. А если сказать, как ты слушаешь урок, ты зеваешь, сейчас мухи залезут в рот или что-то такое, или кто-то сказал из детей, а учитель позволил сказать это. Что получается? В дальнейшем на этого ребенка будет направлено маленькие издевательства, маленькие манипуляции. И что получится? Он встанет в роль жертвы. Второй мальчик смотрит урок, ему скучно. Он может быть даже очень умный. И он в это время усиленно думает, чем бы разнообразить жизнь. Что бы сделать такого, чтобы жизнь была яркой? Ну сколько можно вот эту скукотень слушать? А он будет зачинщиком. Причем не обязательно, что это будет какая-то агрессия. Это может быть шалость. Но шалость может причинить боль кому-то. Особенно сейчас очень много в интернете имеются эти пранки. Очень много розыгрышей. Казалось бы, шутка. Но эта шутка бывает очень больной. И как раз издевательства, манипуляции и есть из разряда вот этих розыгрышей и пранков. На перемене. Могут быть совершенно случайны. Просто побежали, толкнули. Что в этом случае делать? Говорят, медленно ходите по коридору. Ну не могут дети медленно ходить по коридору, пока они целый час сидели, им нужно двигаться. Тогда нужно просто какие-то условия создать, чтобы дети активно двигались. И при этом, если они не травмировали друг друга, ударились, это нормально. Не делать из мухи слона. Потому что, вспомним наше детство, сколько мы прыгали, сталкивались, и дверные проемы, и друг от друга улыбались, смеялись и шли дальше. Все зависит от реакции окружающих и взрослых. Следующее. Организованные, спланированные. Вот это то, над чем следует обязательно поработать. Как поработать, мы посмотрим дальше. Есть также групповые и одиночные, когда один на один ссорятся, а есть, когда группы сплачиваются, и две группы друг против друга, и целая группа на одного-двоих. То есть большинство на меньшинство. С одной стороны, это шалости, но с другой стороны, эти шалости бывают очень больными. Вне школы есть такое явление, как стрелки. Вам знакомо это? Что делают? Ситуация какая-то не разъяснена, и дети выходят за пределы школы и начинают выяснять отношения. Причем выясняют отношения в каких-то... Благодаря фильмам, которые рассказывают о 90-х годах. Давай-ка поговорим. Причем и девочки тоже выходят на стрелки, и мальчики тоже выходят на стрелки. Не самое, конечно, правильное явление, но с другой стороны, такова культура. Если люди не могут нормально, по-человечески объясняться, или если им не дают место, где они могут хорошо обсудить, решить, кто прав, кто не прав, потому что у нас у всех есть стремление к справедливости, есть стремление к власти. И вот эти стрелки, результат вот этих разъяснений. То есть наша задача сделать так, чтобы разъяснение различных конфликтных ситуаций было цивилизованным. Следующее домашнее насилие. Когда ребенок видит, как это насилие проявляется в доме, и когда проявляют это насилие по отношению к нему. Если к нему проявляет он в дальнейшем, даже если он видит, в дальнейшем он как-нибудь или попадет в зону жертвы, когда он жертва, и будет притягивать к себе такое же отношение, или наоборот, будет проявлять агрессию, то есть явное сопротивление неприемлемому явлению. Насилие со стороны посторонних взрослых. Такое тоже бывает. Увы, не все взрослые. Причем взрослые, это могут быть даже старшеклассники. Дети чуть старше возраста, могут быть вообще взрослые. Причем уже, если это взрослые, чаще всего лишь идет о сексуальном насилии. И самое интересное, когда с человеком сотворили что-то плохое, ему говорят, во всем виноват ты сам. И даже если не говорят часто, ребенок чувствует, что он сам виноват в том, что произошло с ним. С одной стороны, это вообще не так. С другой стороны, да, он сам виноват в том, что привлек к себе такое отношение. Вот это то, что я сейчас говорю, кажется каверзным, крамольным. Но мы сейчас дальше пойдем, и я объясню, каким образом так получается. Не то, что он подначивал кого-то, а его психологическое состояние делает его мишенью. Он становится таким, который притягивает к себе плохое отношение других. Итак, а что же происходит, когда ребенок в детстве чувствует насилие? Насилие может быть и психологическое, как я сказала, да, и физическое. Статистика показывает, что у этих детей очень часто хронические болезни. Причем большое количество по сравнению с другими психиатрических болезней, уже не говоря о том, что маньяки, все остальные вот такие большие преступления, преступники, они выросли такими из детства, из неблагополучного детства, когда их унижали родители, когда их не принимали, не уважали и проявляли к ним преступную агрессию или безразличность. Рискованное поведение. Такие дети просто рискуют, не рассчитывая свои силы, возможности, не заботясь о своей безопасности и о безопасности других. Со мной так поступили, и я буду так поступать. У них короткая жизнь, с одной стороны, из-за рисковок поведения, с другой стороны, хронические болезни, подтачивают здоровье. И нарушения, привязанности, вот это уже серьезные, долгосрочные нарушения, которые приходят вследствие принесения насилия в детстве. Что же получается? Ребенок, вот такой ребенок, вырастая, не может нормально создать семью. В семье такие отношения, которые… ведь семья – это что? Это привязанность, теплота, а он не чувствует внутреннюю теплоту. У него сердце снежной королевы, да, как говорится, снежная королева, он не чувствует тепла, привязанности, желания. И что получается? Следующие его поколения, его дети тоже не чувствуют от него привязанности, не чувствуют от него теплоты, внимания, заботы. И это продолжается, уже будет продолжаться из поколения в поколение. Смотрите, одно вот явление – один человек пострадал, а за ним будут страдать и следующие поколения, если не появится человек, который их будет опекать, любить, проявлять большую привязанность, большую любовь. Программа профилактики сексуального насилия над детьми. Вот международные организации приняли следующую программу, но вот то, что в словах сказано, их надо разъяснить очень интересно. Например, информирование детей в школах о праве собственности на своё тело. Когда говорят, твоё тело принадлежит тебе, только ты имеешь право распоряжаться им и по своему усмотрению, как хочешь. Когда мы говорим такие слова, то мы даём полную свободу, раскрываем рамки и никаких ограничений нет. Но нужно понять, что вся природа человечества – это форма и содержание, а любая форма имеет какие-то ограничения. намного будет полезнее, если сказать ребёнку, твоё тело – это храм твоей души. И ты обязан, не просто имеешь право, ты обязан заботиться о нём, о своём теле, чтобы оно было чистым, чтобы оно было опрятным, аккуратным. И если кто-то проявляет к храму твоей души какие-то действия, то ты вправе заботиться о себе. Не обязательно тут говорить о сексуальности, потому что именно такое понимание приводит к тому, что моё тело, хочу быть голубым, хочу быть геем, хочу быть нормальным, классическим. Вот это хочу, не хочу, с одной стороны, толерантность хорошая вещь, но когда это переходит границы и переходит толерантность в пропаганду, это уже опасно. Поэтому, когда мы говорим, с другой стороны, в нашей школе это не принято говорить об этом. Почему? Потому что, о, видите, в Европе это сказали, а там перекос пошёл в другую сторону. О чём я говорю? Надо найти баланс. Есть прекрасные идеи информирования детей о праве собственности на своё тело. Вообще, каждый человек имеет право на собственность. собственность ручки, которые у него есть, чашки, которые у него есть. Он может защитить всё, что ему принадлежит. Его рубашка, его обувь, одежда и его тело тоже принадлежит ему, и он имеет право защищаться. Имеет право защищать его. И иметь право, это ещё и мало. Надо ему объяснить, как это сделать. Следующее, это обучение распознавания угрожающих ситуаций. Недавно был проведён такой эксперимент. Компания Лиза Алерт, которая ищет пропавших детей, решила проверить, а вообще, насколько дети приходят в контакт с посторонними людьми. Они просто подходили к детям, которые находились чуть поудали от родителей, родители в нескольких метрах, разговаривали с детьми и уносили. Конечно, они опять же возвращали. И самое интересное, стопроцентное попадание, то есть все дети пошли за первым человеком, который их позвал. Даже не спрашивая, зачем, почему, их надо было всего лишь разговаривать, две-три минуты, и ребёнок идёт. Почему? Потому что мы научили детей быть послушными, слушать старшим. А вот оказывается, слушать старших не всегда хорошо. В детях нужно воспитывать интуицию с одной стороны. А как воспитывать интуицию? Ты просто её... не надо ей мешать. Если ребёнок говорит, я не хочу, прекрасно, он имеет право сказать, я не хочу. В любом случае, пойти с классом куда-то, во всех сказали, встаньте. Хорошо, не хочешь? Это твоё право. Не хочешь идти на физкультуру? Это твоё право. Но объясни, почему ты не хочешь. Ты можешь сказать, почему не хочешь. Если мы видим, что есть какая-то реальная проблема, её можно легко решить. Если он говорит, я чувствую, что мне плохо, или чувствую что-то, вот это слово чувствую, должно быть первостепенным, привлекать внимание. И мы должны позволять детям чувствовать. Если ребёнок говорит чувствовать, у него уже есть интуиция. Но мы сами, взрослые, своим воспитанием уничтожаем в ребёнке эту интуицию. Он не учит, не чувствует опасность. Значит, мы должны параллельно ему обучить распознавать. Каким образом распознавать опасность? Если это посторонний человек, задать какие-то вопросы. Он говорит, мама тебя зовёт. Хорошо, а как зовут мою маму? Папа меня зовут. А вы откуда знаете? А где мама? И если мама, папа в зоне видимости повернуться, посмотреть, только тогда подойти к родителям. Они смотрят на маму и идут с этим незнакомым человеком. Почему? Почему? Вот умение отказывать старшему. Нет, не хочу. Нет, не пойду. Следующий этап, чему надо научить детей – это рассказывать о том, что происходит что-то, какая-то проблема произошла, какой-то инцидент, что-то ему не понравилось. Для этого ребёнка нужен человек, которому он доверяет. Причём этот человек не должен осуждать абсолютно ничем. Если он осуждает, то есть сам виноват. Помните, предыдущий слайд? Ребёнок не будет рассказывать. Поэтому наличие такого человека очень важно. Это можете быть вы, это может быть учитель, это могут быть родители. Если у ребёнка есть родители, это великолепно. А если нет, тогда должен быть кто-то, хотя бы один доверительный человек, которому он может пойти и сказать, «Знаешь, мне плохо, мне кажется, произошло что-то не то». И этому должны дети, детям научить мы. В классе бывает плохой психологический климат. Давайте посмотрим, какой это психологический климат, который создаёт ситуацию насилия. Это разделение на враждующие, соперничающие группы, тогда получается, групповое насилие. Наличие изгоев, буллинг, провоцирующие отрицание влияния ребёнка с девятой. То есть есть один ребёнок, который всех провоцирует, но у него папа богатый или папа скандальный, мама скандальная, и никто с ним связываться не хочет, но и делает, делает. И попустительство, девиация одного человека проявляет, провоцирует уже нарушение психологического климата в классе и позволяет другим тоже поступать плохо. «Плохая дисциплина в классе. Состоявшийся треугольник, тиран, жертва, спасатель». Очень интересный такой треугольник, который часто присутствует в семье. И ребёнок иногда приходит из этого треугольника, проявляет в классе. И в классе есть. Что это за треугольник? Кто-то тиранит кого-то, и приходит третий спасатель, который пытается спасти жертву. Причём самое интересное, они по очереди меняются ролями. Жертва может стать тираном по отношению к этому тирану, а тиран уже к жертвой. И спасатель тоже может менять, переходить из одной роли в другой. Или в одном треугольнике он жертва, а в другом он проявляет себя в качестве тирана. То есть ребёнка дома бьют или наказывают, и он приходит в школу и начинает издеваться над животными, а потом над кем-то ещё. То есть жертва проявляет свою обратную роль в другом треугольнике. Что же здесь делать? Тут, конечно, многоэтапная работа должна идти с родителями, довольно сложная работа. И в дальнейшем смотрим, как можно именно с ребёнком работать, меня его мировоззрение. Признаки хорошего психологического климата, где насилие или исключается полностью, или приходит к минимуму. И в большей степени это случайные какие-то явления. Кто-то случайно толкнул, или такие минутные эмоциональные какие-то проявления, которые быстро сходят на них. В хорошем психологическом климате высокая степень доверия и требовательности друг к другу. Они доверяют и чувствуют ответственность перед тем, что я делаю. Мне доверили, я сделаю. И я также слежу, чтобы у других тоже хорошо было. Если у кого-то плохо, я иду, помогаю. То есть это любое дело. Это будет русский язык, математика, уборка класса, поход куда-то. Доброжелательная и деловая критика. Вообще лучше от критики отказаться, но всё-таки мы все привыкли критиковать. Если мы видим что-то не то, то об этом надо красиво сказать. Вот скажите, пожалуйста, вам, уважаемые коллеги, как вы реагируете на критику, когда кто-то вас критикует? Что вы при этом чувствуете? Нет, что вы делаете, а внутренне, что вы чувствуете? Обычно, когда критикуют человека, человек чувствует, что как будто он ниже того, кто его критиковал. У кого-то идёт агрессия. Себя оправдываем в душе. Да, кстати, очень интересная такая вещь. И не только в душе. Не только в душе. Недавно, когда занималась спором, девочка взяла телефон и начала в телефоне разговаривать прямо во время репетиции. То есть писать, эсэмэски писать и читать. Я строго пальцем указал на неё, улыбнулась и сказал, убери, прямо так руками. Она улыбнулась и убрала. А потом я сравнила с другой ситуацией ещё до того, как я углубилась в эту тему. Например, лет пять назад я бы строго сказала, убери телефон, разве можно и так далее. Что получается? Если бы я сказала строго этому ребёнку, что бы этот ребёнок сделал? Он бы начал оправдываться, что это очень срочная, важная информация. А когда я улыбаюсь, сказала, она в ответ улыбнулась и убрала телефон. То есть я не коснулась психологически ничему. Просто привела к порядку. Во время репетиции телефон мешает. Всё, она моментально убрала. И при этом настроение ухудшилось. Продолжили легко и просто. Так, если не вслух... Да, и вслух, и в душе оправдываем себя. Вот в чём причина. То есть когда мы критикуем человека, вместо того, чтобы он изменил своё положение, поведение он начинает оправдывать. И даже делать нас виноватыми. Поэтому критика должна быть доброжелательной. Когда доброжелательная, человек легко принимает и меняет поведение. Наша задача ведь изменить ситуацию, сделать так, чтобы стало лучше. Поэтому критика должна быть с улыбкой, доброжелательная, без обвинений и без личности. Критика должна касаться только действия, но не личности человека. Следующее – это свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся всей группы. Оправдывание себе плюс агрессии к тому, кто критикует. Верно. Свободное выражение собственного мнения. Можно устраивать целые круги, когда дети в кругу сидят и начинают в этом круге обсуждать какие-то вопросы. По очереди каждому передаётся слово, и каждому говорим, что твоё мнение важно. При этом никто не осуждает, не обсуждает и не оценивает. Вот оценивание мешает этому кругу. Поэтому каждый человек высказывает своё мнение. И дальше ведущая, это может быть учитель, а в старших классах уже и дети научатся этому, может выводить общие решения. Но при этом надо сказать, нам важно каждое мнение, и ни одно мнение не высмеивается. Потому что даже смешные мнения имеют свой плюс. Они меняют настроение, они меняют обстановку, и вдруг позволяют смотреть на ситуацию с совершенно другой неожиданной стороны. И кто-то, третий, четвёртый после этого смешного высказывания, может найти правильное решение. То есть коллективные решения очень важны. Следующее отсутствие деления руководителей и подчинённых, признание за ними право принимать значимые для всей группы решения. Нет. Мы принимаем решения коллегиально, а вот извещает один человек. Вот в чём суть. Не руководитель, он связной. Потому что если все хором будут говорить, никто ничего не услышит, верно? А если мы по очереди будем говорить, услышим, примем совместное решение, проголосуем, и после этого один связной сообщает об этом другим. Следующее – это достаточно информированная член из группы о его задачах и состоянии дел при их выполнении. Когда все в курсе, для чего делается, что делается, что за этим следует, тогда всё хорошо и нормально. Следующее – удовлетворённость, принадлежность к группе. Когда каждый чувствует, что он в этой группе, в классе, имеет свою ценность, имеет свою роль, его уважают, и он принадлежит к группе, и эта группа хорошая. Вот если сказать, у нас дурной класс, и ребёнок плохо чувствует, он не хочет быть членом чего-то дурного. Как это говорят, у нас хороший класс, у нас сплочённый класс, у нас добрый класс, у нас дети активные, они умные, они творческие, создают что-то. Тогда каждый человек, который там находится, себя чувствует умным, себя чувствует творческим, себя чувствует ярким. Следующий признак психологического климата – это высокая степень эмоциональной включённости, взаимопомощи в ситуациях, которые вызывают в состоянии фрустрации у кого-либо. Вот все делают у кого-то тормоз, а он тормозит, ему что-то непонятно, и тут приходит кто-то на помощь. А давай поможем, а что тут не получается? Давай вместе сделаем, хочешь – помогу. Но вот этот вопрос должен быть – хочешь – вместе сделаем. Не то, что я за тебя сделаю, я умный, ты дурак, а хочешь – вместе сделаем, вместе веселее. Вот у детей есть это внутреннее ощущение, даже без взрослых – вместе веселее. Вот это понятие, оно универсальное. Принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из его членов. Когда мы говорим «каждый важен». Не то, что любой винтик можно заменить, человек-винтик, его можно взять и заменить. Нет незаменимых, а тут наоборот, мы в классе должны научить, что каждый из вас уникален. Если кто-то даже вас заменит, это изменится, общая картина изменится. Ведь это на самом деле так. И каждый из вас ценен, каждый из вас уникален. Когда мы детей наделяем такими полномочиями, они начинают по-другому себя проявлять. Особенности благоприятного психологического климата в классе, когда в классе у нас вот такое отношение, дети бодрые, жизнерадостные. Они доброжелательные между ними взаимоотношения. Они и в школе так делают, и на перемене тоже так будут делать, и на улице, и спустя годы тоже будут друг к другу хорошо относиться. Им нравится быть вместе. Когда смотришь на такой класс, то получаешь, что они приходят быстро друг к другу на помощь. Они сопереживают. Кого-то что-то не получилось, ему плохо. Если вы поставили ребёнку кому-то двойку или тройку, другие пытаются ему чем-то помочь. Им тоже плохо. Вот самое интересное. И наоборот, когда слабый ученик вдруг получал пятёрку, весь класс радуется, вот это признак, что он смог, преодолел, он решил эту задачу. Как это сделать? Просто поаплодировать. Поаплодировать, когда кто-то преодолевает какую-то сложность. То, что лично для него было сложно, он преодолел, и мы зааплодировали ему за это. Члены коллектива тогда начинают с уважением друг к другу, относиться, и один за всех, и все за одного. Тут не будет никто против. Если нет против, то нет насилия, нет противостояния. И каждый чувствует гордость. Каждый полный энергии. И в коллективе справедливо относятся к каждому. Вот справедливость – это чувственная точка, которая влияет на всех. Все хотят справедливости. Как можно сплотить коллектив? Двумя способами. Или находим внешнего врага, или внутреннюю осознанность. Когда мы находим внешнего врага, во всем виноваты американцы, во всем виноваты не знаю кто. И получается, что да, можно таким образом сплотить. Это класс, но идёт внутренняя агрессия. А когда идёт внутренняя осознанность, а не агрессия, мы вместе, потому что у нас цель, у нас есть хорошая цель, давайте вместе сделаем город красивым, наш класс аккуратным, чтобы победить, давайте решим какую-то серьёзную задачу. И это приводит к внутренней осознанности. Как поднять внутреннюю осознанность? Это научить сотрудничать, перестать соперничать. Вот соперничество, главная причина, вот маленькое соперничество постепенно вырастает в большую агрессию. И в большей части это может быть психологическая именно агрессия. Я крут, а ты дурак. Вот это результат соперничества. А когда мы понимаем, то есть или он в математике, а он и в русском, а у тебя прекрасно получается рисовать, у тебя петь получается, когда каждый человек понимает, что у него есть зона, в которой он хорош, тогда та зона, там, где у него не очень хорошо, не будет на него сильно давить. Следующее это осознание цели. Поэтому что мы делаем? Мы создаём какую-нибудь цель, ради чего сплачиваться, ради чего что-то делать. Вот эти мероприятия, школьные мероприятия, например, тоже конкурсы, или какие-нибудь концертные совместные, группа собралась, и они показывают свой класс, показывают сплочённость. Да, это мероприятие, но при этом они должны быть не показные. А задача учителя не в том, чтобы показать другим классам, какие они хорошие в другом классе, а самим насладиться процессом. Если дети насладятся вот этим процессом, уже следующий этап будет проявить это наружу. Внутреннее согласие, единение приводит к тому, что они и для других делают хорошо, и при этом не будут страдать от того, что кто-то победил, а они проиграли. Ну и что? Нам было весело, мы преодолели, мы чему-то новому научились. То есть, например, если происходит между классами какие-то соревнования, класс проиграл, не надо от этого грустить, нас засудили, неправильно оценили, кого-то подвинули, кто-то чей-то знакомый. Нет. Друзья, давайте подумаем, а чему мы научились, пока готовились? Мы же стали лучше. Да, победила с одной стороны дружба, но с другой стороны мы стали чему-то новому научились. Мы стали лучше, чем были вчера. Тогда вот это совершенно другое состояние. А завтра нам надо стать чуть больше, лучше себя, и тогда мы будем влиять на окружающих. Им тоже понравится, они тоже увидят. И чего же нам не хватило? Давайте теперь вот сделаем вот то, что не хватило, вот этого побольше сделаем. Соблюдение чётких правил. Детям нужны правила. Им нужно сказать, что можно, что нельзя. Для чего это хорошо, для чего это плохо. Когда есть... Вот вода, если вылить, она лужа. Когда она в кувшине, это вода. Почему? В кувшине она имеет форму. Вот мысли детей, их поступки, если они не имеют очерченные правила, очерченные цели, то это получается как лужа. Бестолковой шалости. Вот когда видите, бестолковой шалости, потому что у этих детей нет целей и нет правил. А когда проявляются правила, давай по правилам сыграем. У нас такие правила. Всё это их уже организует. Правила могут меняться. Они не железные, не железобетонные. Их можно менять. Давайте проголосуем. Мы поменяем, если нас это не устраивает. Все ли согласны? Как можно сделать, чтобы это правило лучше работать? В классе может быть прямое законотворчество. Это творческое занятие. И это снимет всякую агрессию. И они будут знать, что делать, как делать. Будут доверять друг другу и проявлять эмпатию. И главное, когда каждый ребёнок проявляет себя в чём-то, у него нет нужды проявлять себя с помощью насилия. Что очень важно, потому что насилие – это неумение отстаивать свою позицию, и человек отстаивает его первобытным способом. Задача учителя при этом – предложить идею сотрудничества, избегать конкуренции. Предложить найти цель глобальной и благородной. Когда мы делаем цель досадить соседний класс, сделать лучше, чем они, с одной стороны, это хорошо, но разве это благородно? Нет. Сделать так, чтобы это было красиво. Чтобы, да, если мы победим параллельный класс, то это будет приятный бонус. Но не это цель. Цель должна быть глобальной и благородной. Мы создаём красоту, мы поднимаем вкус, свой вкус, мы учимся чему-то, мы исследуем что-то, ради чего-то. Вот, когда вы находите глобальную и благородную цель, это очищает души детей. Совместно создаём правило, как сделать, чтобы, создавая эту глобальную цель, не перешагивать через головы и понимать, что моя граница заканчивается там, моя свобода заканчивается там, где начинаются границы другого человека. Это могут помогать наши, значит, интерактивные игры, обсуждения, проводить работу с нарушителями. Как же проводить работу с нарушителями? Обучение, воспитание с помощью игр, почему мы пытаемся с играми всё делать, помогает научить, различать и называть эмоции. Часто конфликты возникают из-за того, что дети не могут выразить свои эмоции, они не знают, что переживают. Особенно мальчики, у них есть хорошо, гениально, великолепно, отстойно, очень плохо, вот крайние. А что посередине, какие цвета, какие градации, они не отличают. Нужно их воспитывать, и игра помогает. Выражать свои мысли, идеи, да, ему что-то не нравится, он говорит, его не понимает, он давай колошматить руками, ногами. Зачем? Когда человек учится выражать мысли, идеи, он словами говорит, давай поговорим. Уважать одноклассников, и мнения отличных от своих. Не все обязаны иметь одно и то же мнение. Давайте посмотрим. У нас же по этому поводу я имею такое мнение, вы имеете такое, у вас формировалось третье мнение. Может такое быть. Давайте выслушаем друг друга. Если учитель так относится, обучает этому, то конфликты исчезают. и получается, а то есть ли одно мнение, все другие, это обман, ложь. Он врет, а он услышал из ситуации или и увидел эту часть. Он, тогда мозаика, пазл складывается, когда каждый высказывает свое мнение. Научить слушать и слышать, смотреть и видеть, потому что мы смотрим и не видим, слушаем и не слышим. Тоже большое искусство, тема отдельного разговора, как слушать, чтобы слышать. Анализировать и обобщать. Что такое анализировать? Это целое разделить на мелкие части, проанализировать. А обобщать, когда мы берем нашу ситуацию и просматриваем в глобальном мире, как это происходит у других. И из нескольких деталей создаем общую картину. То есть разные методы обсуждения, принятия. следующее, чувствовать единение, когда у нас единая цель, совместные действия. Дети чувствуют единение и коллективный дух. Вселить надежду и веру, принимать решения, видеть результаты в действии. То есть ребенок принял решение, класс принял решение что-то сделать, они это делают и видят материальные решения, они должны увидеть плоды своего труда. Когда ребенок видит плод своего труда, он начинает ценить свой труд и чужой труд. Вот самое интересное. Что же делать, когда в классе дебошир, кто-то себя плохо ведет, понять причину и цели нарушителей. Иногда просто ребенок гиперактивный и иногда он сам, это самозащита, его кто-то толкнул, а иногда у него может быть дома плохо и внутреннее состояние не дает ему чувствовать покой и он вырывается и он эмоциональные взрывы какими-то действиями, руками, не знаю, словами, не теми. Если мы будем делать то, что он говорит, не делай этого, поможет минутки на две-три, но если у него натянутая вот эта эмоциональная напряженная пружина, она выскочит рано или поздно. Она будет накапливаться, будет выходить уже за пределами школы или на перемене подальше от ваших глаз и еще хуже. Он научится скрывать свою агрессию, а скрытая агрессия еще хуже. Поэтому надо попытаться понять. В школе делаете это вы, делает социальный работник, делает психолог, вместе работаете, пытаетесь понять, а почему у ребенка вот такая ситуация, такое поведение. Указать на нарушение правил. Знаешь, у нас есть правила, мы все подчиняемся этим правилам. Будь добр, ты тоже член нашей группы. Уважать. если ты не согласен, можешь вынести этот вопрос на решение класса, на классный час, мы пересмотрим правила. Если кто-то еще с другими соглашается, что да, эти правила имеют место изменить, тогда изменяйте. Нет, мы приняли правила. Ведь когда ты идешь по улице и светопор, на светопоре красный цвет, ты же ждешь, пока включится зеленый, иначе это вредит твоему здоровью. Для чего это сделано? Чтобы машины могли ехать и люди переходили. Теперь представьте, что вот нет этого светопора. Каждый едет как хочет, нарушая полосы, и каждый переходит в улицу где хочет и как хочет. Тогда что получается? Получаете травмы. Объясняем, зачем нужны правила понятными примерами. Следующее создать условия для ликвидации ущерба. Нарушил что-то, сломал что-то, давайте сделаем, но надо исправить, решить ситуацию, как мы будем это делать. Класс может помочь одному вместе ликвидировать ущерб, если они хотят, но никогда не заставляем. Поощрять каждое положительное действие нарушителя, как он сделал что-то хорошее, укажите, как следует действовать, то есть, ой, молодец, у тебя это хорошо получилось, смотри, ты даже такое можешь, как классно, он получит ту часть внимания, которой его не хватало, и он будет знать, что таким образом он получает внимание, иначе ему не хватает энергии, внимания, что он делает, он дебоширит, вы поворачиваетесь к нему, вы даете энергию внимания, он успокаивается, даже от того, что его наказали, понимаете, в чем дело, детям не хватает внимания, давать задания, которые удовлетворят его истинную потребность, поэтому их потребность надо распознать, наказывать или не наказывать, по мне, с одной стороны, надо реагировать на каждое правонарушение, но не это должно быть диктаторским, это не должно быть, что ты сделал не то, это мое мнение, наказание это применение каких-либо правовых или неправовых, неприятных, неложелательных мер в отношении человека, в ответ на неповиновение или на неугодное поведение, если это нарушает общие моральные законы, это надо пресекать, если это чьё-то конкретное мнение, то это совершенно другая история, тогда получается, мое мнение такое, я проявляю диктаторство, вот тогда наказание неприемлемо, поэтому лучше наказание заменить ликвидацией последствий, обидел кого-то, давай разберемся, почему обидел, и теперь сделаем так, человеку стало плохо, вернем его в равновесие, хорошо, хорошо, разбили горшок с цветами, нечего его ставить в обувь, ну что же, разбили, разбили, значит, кто-то должен эту землю убрать, сам сделал, давай убери, нужно вазу восстановить, дать возможность исправить ситуацию, тогда человек будет знать, что каждое его действие имеет следствие, не просто наказание, которое можно сердиться и так далее, без агрессии, ну что же, давай решать, буллинг, следующий вид агрессии, это когда один или два ребенка остаются в тени, они не уверены, у них низкая самооценка, отсутствие защиты в семье и среди взрослых, у них это проявляется из-за некомпетентности взрослых, из-за наличия привилегированных в классе, вот несправедливость, да, нарушены несправедливости, все, незрелый эмоциональный интеллект и физической особенности, не модно одевает, не так ходит, а в очках, очкарик, да, или может быть даже ребенок с ограниченными возможностями здоровья, я вижу, нам написали в комментариях в школе обучается девочка с психическими растворствиями, ведет себя агрессивно, но маме не предоставляет документы после обследования психиатра, мы не имеем права требовать все по желанию родителей, как быть, девочка непредсказуемо бросается на одноклассников, что же делать, ну, есть определенные законодательные меры, но с девочкой можно хотя бы минимум поработать, просто сказать, что ей не нравится, а что бы она хотела, не то, что что ей не нравится, а что бы она хотела, иногда вот в таких разговорах появляется ситуация, и с мамой сказать, что милые, уважаемые родители, если вы так, если ребенок будет проявлять, вот так нападать, рано или поздно попадет он в список в детскую комнату милиции, вам это нужно? Нет, тогда будьте добры, возможно, вы не хотите со мной пообщаться, какие рекомендации есть, мне не обязательно, не обязательно, может быть, смотреть этот диагноз, но мне нужны рекомендации доктора, хотя в таком виде прийти к балансу, договориться, но должен быть человеческий диалог, сказать, что это в интересах ребенка, безопасность должна быть абсолютно для всех, не для одного человека, а для всех, и в таком случае, с другой стороны, может, на эту девочку сильно тоже давят, проявляют агрессию, и она в том виде, помните, мышку, манипуляция, и она ярко выбрасывается, потому что не умеет контролировать свои эмоции, тогда уже идет другая работа, тогда мы учим ребенка чувствовать свои эмоции, распознавать их, и даем модели, другие модели проявления этих эмоций в жизни. Вот эта таблица, таблица уровней сознания Дэвида Хокинса, я ее очень люблю, она показывает, рассказывает о очень многие проблемы. Друзья, я сегодня немного вебинар затянула, но интересная тема, и она просто в рамке часа не умещается. Еще минут 10 мы поговорим, хорошо? Так, смотрите, что получается. Когда у человека высокое эмоциональное состояние, он находится в зеленой и голубой зоне, там желтой, желтой это уже божественное состояние, когда человек в просветлении, а внизу низкотоновое состояние. Это позор, вино, вина, апатия, депрессия. Когда ребенок переживает такие чувства, он находится в зоне жертвы. Когда у него чувство страх, желание, вожделение, гнев и гордость, тогда он в состоянии агрессора. Девчонка, которая проявляет, нападает на других, она в состоянии агрессора. Если мы ее накажем, она пойдет внизу, в вину, апатию, позор, и тогда вот эта группа, красная группа, группа суицидников. коричневатая вот эта группа, она уже группа агрессоров. Что же сделать, чтобы дети были не жертвой и не агрессором, а поднять их эмоциональное состояние, уровень сознания, чтобы у них была храбрость, нейтральность, готовность, принятие, логика развита, любовь, радость. Как только мы приносим жизнь человека радость, смотрите, если это Дэвид Хокинс посчитал определенным образом количество баллов и уровень счастья, смотрите, в состоянии позора уровень счастья 1%, а когда человек находится в состоянии радости, это 99% счастья, когда ребенок счастлив, он не причиняет никому никакого вреда, он счастливый, он раздает эту радость, тогда у него безусловная любовь, которая не зависит ни от чего, у него просто сегодня хорошее настроение, он раздает, смотрите, если мы смотрим, гордость, это состояние 22%, уровень счастья 22%, я гордый, я победил, но при этом я боюсь, а вдруг я в следующий раз поиграю, а когда есть храбрость 55%, смотрите, если нижняя поднимается там по 2-3-4 балла, здесь разница в 33 балла, резкий скачок внутреннего состояния, когда человек из состояния гордости переходит в состояние храбрости, кстати, из одного состояния в другой перепрыгнуть невозможно, но пошагово можно подняться, ты можешь, я уверена, ты справишься с ситуацией, что это даёт? Это храбрость, когда мы говорим молодец, это гордость, я молодец, когда я говорю, хорошо, можешь ты решить вот эту сложную задачу, которая сложнее, знаешь, что-то во мне говорит, что ты можешь, что ты справишься, надо потрудиться, да, когда он в состоянии нейтральности, он может позволять разным людям иметь разные мнения, когда я позволяю людям иметь разные мнения, я больше их не бью, я больше с ними не сражаюсь, на стрелки не иду, это что получается? Готовность это состояние, то есть готовность помогать друг друга, принимать, что же получается? Учитель поднимает состояние, эмоциональное состояние класса и получается великолепно. Друзья, дальше идут игры, игра-паутина, объяснение полностью дано, вы скачиваете файлы, я думаю, когда скачаете слайд, вы прочтете описание этой игры, очень легкая игра, просто передается нитка, клубок нитки друг от друга, каждый ребенок говорит о себе что-нибудь рассказывает, и передает, вы можете отдавать разные темы, рассказать о себе, рассказать, как провел лето, рассказать, что главное увидел, что главное услышал, и передавая друг дружке эту нитку, клубок нитки, они вначале рассказывают, а потом берем нитку, обратно собираем, и при этом каждый ребенок рассказывал, а кто рядом стоящий, о себе что рассказывал, то есть умение слушать, в конце анализ упражнений, анализ упражнений очень важен, после каждой игры такой должен быть анализ, и даны вам то есть объяснения, как вы думаете, вам будет достаточно прочитать вот эти объяснения, или мне подробно рассказать про эти игры, но это затянется еще минут на 30, коллеги, даю на ваши вот тут такие игры, вот я говорю на усмотрение аудитории, хорошо, давайте игры, я расскажу о двух играх, игры на распознавание эмоций, к примеру, называется детский сад, но может на ситуации изменять, выбирается два участника, игры, остальные дети зрители, участникам предлагается разыграть следующую ситуацию, за ребенком в детский слад пришли родители, ребенок выходит к ним с выражением определенного ему социального состояния, он может быть радостным, он может быть грустным, он может быть агрессивным, друзья мои, эти все слайды, которые вы сегодня видели, их можно скачать, они есть, зрители должны отгадать, какое состояние изображает участник, и родители должны выяснить, что произошло с ребенком, то есть задача в том, что человек приходит с определенными эмоциями или такими, и они пытаются вначале понять по мимике, что человек чувствует, а потом задавать наводящие вопросы, чтобы ребенок захотел раскрыться и рассказать, что же произошло, можно выбрать не детский сад, а другой интерьер, другую игру, следующая игра, что дает это, распознавание эмоций, потому что когда мы начинаем понимать чужие эмоции, мы начинаем понимать свои, когда мы начинаем понимать свои эмоции, мы понимаем причины действий других людей, игра художники, тоже очень интересная, участникам игры дается по 5, а может и 6 картин с разображением детей или разных эмоциональных состояний и чувств. Друзья мои, в конце Павел Юрьевич расскажет вам откуда и как скачать слайды, хорошо? Нужно выбрать одну из карточек и нарисовать историю, то есть дети берут карандаш, бумагу и рисуют, а могут и словесно рассказать, например, вот здесь ребенок, да, в центре, что чувствует этот ребенок, мочонка в желтой курке, у него в глазах удивление, каждый ребенок в этом будет, каждый из учеников может, смотря на одну и ту же карточку, рассказать разные истории, дети отгадываются, кто, а потом придумывает сюжет, а что было до этого, что у него такое настроение, и как он будет поступать, вот обсуждение потом совместное, а что получилось, как получилось, как каждый из них видит, приводит к тому, что дети учатся лучше друг друга понимать, и, конечно, следующий этап работы с агрессией это эстетическое воспитание, причем оно идет трех видов, первый вид это самостоятельное творчество, когда дети занимаются музыцированием, рисуют, делают какие-то поделки, следующее исследование, когда они смотрят творение других, и смотрят, а каким образом это было сделано, а какая предыстория была, и следующее, когда они слушают, они смотрят и принимают, то есть мы же говорим духовные пищи, когда они слушают и чувствуют всем телом, смотрят на картину и позволяют чувствовать эмоции, которые передает творец, будь то художество, будь то поэзия, красота какой-то, может быть, кинофильм великолепный. Итак, на сегодня резюмируем. Так, хорошо, друзья, прекрасно, вас заинтересовали игры. Итак, научиться задача, учителя, научить рассказать доверенному взрослому свои проблемы без страха, наказания, порицания, без страха, что его будут наказывать и осуждать. Следующее, это повышение внутренней уверенности. Как мы это делаем? Позволяем ребенку достигать каких-то, даем заданий, с которыми он может справиться, он делает это, у него повышается уверенность. Следующее, сплосить коллектив в духе сотрудничества. совместно придумать полезную и великую цель для реализации. Когда есть цель, дети вместе трудятся ради этой цели, они видят плоды, у них появляется внутренняя уверенность. Следующее, проявлять уважение к себе и к другим, научить защищать себя, свое имущество и себя как личность. Ну что ж, коллеги, я на этом закончила сегодняшнюю свою тему. Надеюсь, вам было полезно и вы сможете применить вот эти и игры в своей практике, сможете использовать для того, чтобы исключить агрессию, любую агрессию и насилие в классе. Желаю вам мира, счастья, успехов и передаю слово Павлу Юрьевичу. Коллеги, давайте поблагодарим нашу сегодняшнюю ведущую за замечательный вебинар и я готов ответить на несколько вопросов, которые мне задали. Да, я хотел бы обратить внимание, что я разместил в чате информацию о том, где можно приобрести сертификаты только что и вслед за ним разместил информацию о нашем следующем вебинаре вебинаре цикла новое поколение который состоится уже в эту пятницу 18 октября в 12 часов вести его будет наша новая ведущая которая пока еще у нас не была Мария Такмянина и ее тема гендерное воспитание практической деятельности педагога Вот Ну и еще я хотел бы дать сейчас одну минутку мне для этого потребуется несколько секунд дать информацию о следующем вебинаре нашей ведущей Айку Жираевны Калачан Минутку Сейчас я эту информацию для вас сохраню Следующий вебинар состоится 25 октября Следующий вебинар Айкуш И вот эта информация Вот эта информация она сейчас появилась у вас в чате 25 октября в 12 часов использование методов комплексной сказкотерапии при формировании профессиональных компетенций педагогических работников дошкольной образовательной организации Напоминаю что все вебинары в Директ Академии бесплатные но в течение вебинара можно приобрести платный сертификат А теперь отвечаю на вопрос как скачать презентации прямо из нашего вебинара Сейчас буду рисовать минутку Пожалуйста посмотрите вот сюда примерно вот сюда в правом верхнем углу вы видите ряд кнопок среди этих кнопок есть такая кнопка в виде серой папочки при нажатии на нее справа от презентации у вас возникнет окошко которое называется ресурсы переходя на это окошко вы увидите справа в этом окошке вы увидите список ссылок и список файлов доступных для скачивания файла отмечается зеленой кнопочку зеленой пиктограммкой слева от названия вот при нажатии на эту зеленую пиктограммку обращаю ваше внимание именно на эту пиктограммку а не на само название файла находясь на большом компьютере обращаю ваше внимание на гаджете это не работает на гаджете нельзя скачать презентацию так вот нажимая на эту кнопку появляется окошко для сохранения и после этого вы спокойно сохраняете презентацию на своем компьютере ну вот и вся премудрость спасибо за то что присутствовали на нашем вебинаре приглашаем на наши вебинары которые состоятся в ближайшее время всего доброго так сейчас я еще гляну не было ли мне вопросов нет вроде бы вроде бы не было все вопросы остальные были спикеру ну что